друзья привет мы привыкли что все дорожает что производители видеокарт не спешат давать ту же производительность за меньшие деньги со смены поколений бывает даже наоборот дешевле не становятся и материнские платы однако один из источников слухов и утечек с уверенностью сообщает что чипсетный набор оба кристалла x670 и для платформы а м5 будет иметь более низкую для производителей стоимость чем один чипсет x570 для платформы а м4 а значит есть смысл ожидать материнские платы на x670 и дешевле чем их нынешние аналоги на x570 может быть не на старте продаж но через какое-то время вполне напомню что когда-то в материнках уже было разделение на северный и южный мост потом часть чипсетных функций перенесли в процессор а все остальное осталось зона ответственности кристалла одного единого чипсета и у intel и омд сейчас мы видим явный тренд на много чиплетной компоновки и производители ищут способы сэкономить место под крышкой процессора а заодно отдалить дополнительный источник тепла от кристаллов с ядрами и памятью но немного как-то по-другому чем было раньше благо необходимые для этого интерфейсы уже разработаны в наборе микросхем x670 и а мд вернулись к двум чипсетам это уже подтверждена информация а вот какую конкретно нагрузку каждый из кристаллов несет пока подтвержденной информации нет но почти наверняка роли у них будут разделены не так как были разделены во времена южного и северного моста и кстати на бишь 150 разгон поддерживаться будет также источники сливов и утечек сообщают что будет такой чипсет как и 620 и это будет бишь 150 с ограниченными возможностями то есть амд экономит на том чтобы не создавать дополнительные чипсет вместо этого какие-то отбракованные чипсеты бишь 150 пойдут на более доступные материнские платы это тоже пока еще только слух ждем подтверждения пользователи в теории смогут получать более доступные по цене материнские платы что должно подсластить пилюлю перехода на новый сокет для тех у кого уже собран комп на амд тем более что материнок с ddr4 пока не ожидается под новую платформу их может вовсе и не быть и придется покупать сразу и процессоры материнскую плату и память разве что охлаждение можно будет оставить интересно конечно как все это реализовано технически как происходит распределение сигналов и переключения уверен совсем скоро мы узнаем ответы на все эти вопросы если бы я прямо сейчас собирал себе комп то скорее всего я взял бы все-таки платформу intel 1700 и проц 12400f отличный универсальный камешек и в ситеринке он стоит на 4000 рублей дешевле чем райзен 5 5600 tex а местами он обеспечивает даже более высокую производительность в играх конечно есть рабочие задачи где быстрее будет процессор от амд но будем откровенны сейчас уже так много расчетов перенесено на видеокарту что зачастую разумнее вложить дополнительные деньги в гпу переходите пожалуйста по ссылкам в описании оценивайте товар уже этим вы очень сильно поддерживаете наш канал и отдельное спасибо тем кто совершая покупки в ситеринке предварительно переходит по нашим ссылкам но вообще city link он не только про компьютерное железо здесь есть инструмент и бытовая техника и много чего еще ссылки в описании совсем скоро выйдет 13 поколение процессоров intel сокет не поменяется так и останется 1700 но для установки на старые материнские платы как водится потребуется обновить bios инженерные образцы raptor lake of уже активно тестируются а онлайн база всевозможных бенчмарков наполняется первыми результатами тестов чтобы понять реальный уровень производительности я считаю конечно надо дожидаться уже тестов магазинных образцов процессоров результаты там почти наверняка будут даже лучше чем то что мы видим в утечках сейчас как она обычно и бывает но и сейчас все неплохо по плану данные чипы должны выйти в третьем квартале этого года то есть до конца сентября и раз чипы уже активно тестируются есть все основания полагать что выход процессов по плану и состоится что касается ddr5 то цены на новый стандарт памяти постепенно снижаются в европе и в америке я думаю что до нас этот тренд тоже дойдет и на тот момент времени когда новые платформы и от intel от amd будут уже реально требовать ddr5 есть надежда что цены еще несколько снизятся платформой без поддержки ddr4 у amd должна стать am5 как я уже говорил и эта новая платформа должна выйти осенью этого года что касается intel то мы ждем процессора meteor lake 14 поколение с новым сокетом 2551 в следующем году и именно со следующего года как мне кажется ddr5 станет настоящим мейнстримом возвращаясь к теме с видеокартами у amd выходит видеокарты rx 6700 без приписки xt и это уже официально подтвержденная информация судя по спецификациям пары первых карточек от сапфир конфигурацию чипа там такая же как у мобильный 6700 м то есть 2304 потоковых процессора они 2560 потоковых процессоров как у 6700 xt я думаю это мобильный чип и есть память также 10 гигабайт как на ноутбуках они 12 гигабайт как на 6700 xt однако для десктопной версии видеокарты 6700 теплопакет составляет 220 ватт а не 135 ватт как у 6700 м ноутбуках частоты выше и конечно развитые системы охлаждения чтобы не было троттлинга еще один пример унификации как по мне когда чип создается для одних целей но применяется в разных устройствах а производитель экономит на том что производит много идентичных чипов вместо разработки кучи разных теперь немного более глобальной информации по данным jpe research поставки графических процессоров для пока сократились на 6 и 2 процента по сравнению с прошлым кварталом и на 19 процентов если сравнивать с тем же периодом годом ранее тут сказалось множество факторов и ситуация в нашем регионе и ожидания возможного продовольственного кризиса в европе и африке и проблемы в китае и пандемии экономический кризис который ударил в том числе по крипте и уменьшил интерес майнеров к видеокартам в нью-йорке кстати майнинг временно запретили примечательно что несмотря ни на что jpe research прогнозирует совокупный годовой рост продаж графических процессоров на уровне более плюс 25 процентов уже через четыре года в сравнении с нынешним уровнем и ожидают они что годовые продажи достигнут 3 и 3 миллиона единиц в конце прогнозируемого периода общая доля рынка md по сравнению с прошлым кварталом увеличилась на 0,7 процента доля рынка intel уменьшилась на 24 процента а доля рынка nvidia увеличилась на 1 и 69 процента в целом сейчас глобальное снижение спроса на микро чипы те кто копили большие запасы на складах начинают их использовать остальные осторожничают из-за неспокойной экономической ситуации по данным агентства айдиси замедление роста китайской экономики эпидемиологическая обстановка и глобальные экономические проблемы снижают спрос на электронику как со стороны обычных потребителей так и со стороны корпоративных заказчиков в первом квартале 2022 года поставки смартфонов упали на 8 9 процентов сравнении с первым кварталом прошлого года а поставки компьютеров за тот же период снизились на 5 целых одну десятую процента впрочем говорить о полном преодолении дефицита пока рано для нас с вами новость о падении продаж по сути неплохая цены на видеокарты скорее всего и дальше будут приближаться к рекомендуемым вопрос в том какие рекомендуемые цены производители установят на следующее поколение видеокарты халявы я бы не ждал но вряд ли вендоры будут слишком уж наглеть в нынешних условиях сейчас есть огромный интерес и к портативным консолям alias switch но с пока железом внутри точнее с процессором с высокопроизводительной встроенной графикой больше всего я жду steam deck lite с той же производительностью но в более компактном корпусе надеюсь такая приставка выйдет уже есть конечно они у r которые весят даже меньше чем switch oled около 400 грамм проблема в том что там экран 5 5 дюймов они 7 дюймов как на switch oled и график там vega они ордена и 2 как на более крутых портативных приставках с пока железом если хочется все-таки вариант помощнее то тут как раз выпустили новинку а и не у 2 гик с графикой ордена и 2 экран 7 дюймов как привыкли свечеводы только данных по весу я пока не нашел я вангую что у консоли вес будет скорее всего примерно такой же как у других портативок с пока железом и 7 дюймовыми экранами то есть это скорее 600 700 грамм они 400 450 грамм что было бы более приятным для длительных игровых сессий в портативе очень конечно хотелось бы увидеть портативку с орденой 2 веса менее 500 грамм и steam с думаю что подобную систему ждал бы успех а вы как считаете купили бы себе и сколько были бы готовы отдать за такую консоль сейчас я хотел бы продублировать информацию которую я уже опубликовал у нас в группе вконтакте и в телеграме в epic games постоянно проходят раздачи но забрать бесплатные игры из россии не получится я так понимаю что у белорусов проблема точно такая же чтобы продолжить забирать бесплатные игры из эпика нужно сначала перевести регион учетной записи для этого потребуется vpn можно поставить на телефон например бесплатный сид фами у меня получилось с ним заметь что бесплатные vpn я считаю небезопасными и для банкинга телемедицины и другой конфиденциальной информации я бы их не рекомендовал использовать но вылечить epic games как по мне вполне можно очень важно правильно выбрать выходной регион если вы поставить какую-нибудь германию epic games начнет орать что вы сидите за vpn и будет отказываться сменить регион поэтому я лично ставил казахстан на казахстан у меня система не ругалась далее меняем регион на тот сайпи которого вы зашли и можно снова забирать бесплатные игры чтобы забирать игры нужно будет также заходить через vpn можно с телефона через браузер а качать можно как обычно на пк даже без vpn кто-то из вас заметит зачем все эти сложности зачем играть по правилам площадки если эти площадки поступать с нашими геймерами так несправедливо когда есть торрент эдишен мое мнение тут таково в торрент эдишене все-таки может быть вирус если он сопрет вашу банковскую карту урон от этого может быть крайне неприятный а во-вторых оригинальные игры это удобно тут тебе обновление онлайн и все прочие радости если есть возможность потратить пять минут на танцы с бубнами но продолжить бесплатно забирать лицензионные игры в эпике мне кажется на того стоит вы можете со мной не согласиться но возможно кому-то вот этот вот небольшой гайд будет полезен сейчас кстати вольфенштайн раздают ну и в третьих насколько мне известно пиратские игры в нашей стране все еще считаются нелегальными и чисто теоретически за пиратку все еще можно огрести на фоне этого очень обидно что роскомнадзор продолжает блокировать vpn-сервисы быть геймером все сложнее и сложнее есть и хорошие новости но более глобальные во первых еще один эксклюзив sony приезжает на пока нет пока это не бладборн а спайдермен спайдермен майлз моралес и просто спайдермен выходит 12 августа что касается элден ринг лучший лично для меня игры за последнее время вышел мод специально для хардкорных игроков мод повышает сложность игры за счет добавления болезней специфичных для региона который вы посещаете также в игре появляются голод жажда перегрев замерзания не считая трех наиболее сложных боссов лично мне элден ринг показалась относительно легкой на фоне предыдущих игр from software тут нет никаких вопросов к разработчикам которые хотели зацепить наиболее широкую аудиторию не имеющие опыта прохождение соус игр но все же мне немного жаль что такой режим выживания не был предусмотрен разработчиками изначально есть моды и для того чтобы сделать игру полегче для тех кто хочет проскакать через всю игру с нагайкой наголо вообще уверен что благодаря модам данная игра еще долго будет жить и радовать своих поклонников играть хорошие игры смотреть хорошие фильмы читайте хорошие книги а на сегодня все с вами был я до новых встреч на про хай-тек пока